Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Наши люди, наша гордость в райисполкоме подвели итоги прошлого года. Самое главное достижение – это рост уровня доходов населения. Кто в лидерах? Не опять, а снова. На трассе Бобруйск-Глуск произошла серьезная авария с участием маршрутного такси. Все пострадавшие осмотрены врачами в приемном отделении. Злой урок или человеческая беспечность. Трудовое лето. В стране стартовал промо-проект «Выбираем студотряд». Ребята начнут свою работу уже с 1 июня. На каких предприятиях? А также новые рынки, полные закрома и удобный помощник. В Беларуси создана онлайн-платформа для школьников «Куда поступать?». За всеми достижениями имена людей. В Бобруйском районе подвели итоги соревнования по социально-экономическому развитию и отметили лучших. Несмотря на санкционное давление, выручка прибавилась на 18%. Настолько же приросла и зарплата. Хозяйство увеличили производство овощей и полностью обеспечили закладку стабилизационного фонда. О труде аграриев Татьяна Горбач. Во все времена в любом обществе отношение к человеку труда – мера его ценности. В областном театре собираются лучшие представители коллективов Бобруйского района. Те, кто своим профессиональным мастерством и творческим отношением к делу вносит лепту в социально-экономическое развитие региона. Подводят итоги года, анализируют проделанную работу и ставят планы на будущее. 2022 для агропромышленного сектора непростой. Однако выручка увеличивается на 18%. Настолько же прирастает зарплата. Чистой прибыли получено на 9 миллионов рублей. Скажу так, что не сминусовали ни одного показателя меньше прошлого года. Поэтому есть рост планомерный, поступательный. Поэтому движение района вперед ежегодно есть. Самое главное достижение – это рост уровня доходов населения. То есть рост уровня заработной платы. У нас выполнен этот показатель. Как реальный, так и номинальный, что очень важно. Санкционное давление снижает объемы зарубежного экспорта. Зато поставки в Россию прибавляются на 39%. Радует и урожай. Аграрии района выращивают и убирают 46 тысяч тонн зерна с учетом кукурузы. Тем самым обеспечивают стопроцентное выполнение госзаказа. Увеличивается производство овощей на 7%. Картофеля – на 120. Значительный прирост также по мясу и молоку. В числе флагманов – Михалевская Нива, СПК «Гигант» и филиал «Воротынь». Выполнили почти все производственные экономические показатели. Это и производство молока увеличилось у нас. Это и выращивание КРС увеличилось. Зерновых собрали больше. Вал больше. Соответственно, товарной продукции больше. Поэтому получили выручки. Те задачи, которые сегодня успешно выполняются, это не просто задачи, это слаженная работа трудового коллектива. И оценка этому всему, заработная плата, она сегодня у нас составляет 1276 рублей. Получили картофеля 13 тысяч тонн, плюс 3 тысячи тонн зерна получили 11 тысяч тонн вместе с кукурузой. И все это возможность дало нам получить такую заработную плату. Заслуженные грамоты и благодарности получают десятки тружеников. Трое удостаиваются почетного звания «Человек года». Среди них народный мастер Беларуси. В умелых руках Александра Орлова оживает глина. Гончарному искусству он посвящает 34 года. Сохраняя культурное наследие своего народа, обучает школьников из глуши старинному ремеслу. Мужчина изготавливает керамику по древним рецептам. Его работы известны далеко за пределами страны. Знаете, очень приятно, конечно, за оценку моей работы. Обучение учеников – это наша прямая обязанность, наша специальность. Поэтому всю жизнь и всю душу отдаем своим детям. И стараемся наше ремесло продолжать, чтобы у нас были последователи, чтобы керамика, она процветала. Район развивается не по дням, а по часам. В эксплуатацию вводится 7700 квадратных метров жилья. Производится ремонт более 11 тысяч квадратов дорог. Прирастает и предпринимательский сектор. Информируется 35% поступлений в бюджет. В малом и среднем бизнесе трудятся треть занятых в экономике региона. Делаются успехи в сфере образования, туризма, спорта и информационных технологий. Аграрии страны, к слову, уже готовятся к посевной. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. На грани жизни и смерти в Могилевской области произошла жуткая авария. Утром на трассе Бобруйск-Глузск столкнулись маршрутка и трактор. В аварии пострадали 11 человек. Среди них – ребенок. Участники ДТП доставлены в БЦБ и больницу имени Марзона. Из области на помощь выехала бригада по линии санавиации. Реаниматолог, нейрохирург и травматолог. У госпитализированных, а их 9, диагностированы травмы, переломы, ушибы. Все пострадавшие осмотрены врачами в приемном отделении. По итогам осмотров 4 пациента госпитализированы в Бобруйскую центральную больницу и 5 пациентов госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. 3 человека отправлены на амбулаторный этап. Напомним, в понедельник под Смолевичами в подобной ситуации погибли 11 человек. 9 госпитализированы. МВД совместно с Минтранс усилили контроль за перевозчиками. Специалисты проверяют водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта, страховой полис, техосмотр и предсменный медосмотр. Зачастую причины аварий схожие. В антирейтинге – превышение скорости. Сниженная ставка, новые рынки и передовые разработки. В Могилеве проходит выставка «Беларусь интеллектуальная». Чем удивляют посетителей? Громкие заголовки дня – далее в специальном обзоре. В республике снижается ставка рефинансирования. С 1 марта она составит 11% годовых. Последний раз регулятор менял значение месяц назад. Основным условием называют устойчивое замедление инфляции. Это способствует сохранению притока рублевых средств в банковскую систему нашей страны. В межсезонье «Беларусь» обеспечена сельхозпродукцией впрок. В специальные хранилища поступили более 144 тысяч тонн картофеля, других овощей и яблок. Это необходимо, чтобы насытить внутренний рынок доступной, а главное – качественной продукцией. Запасов по ценам специалистов хватит до нового урожая. Промышленные предприятия в прошлом году увеличили объем производства на 23,5%. В условиях непростой геополитической обстановки компании успешно выстроили логистику и переориентировали экспорт на новые рынки. Его удалось даже нарастить только в Россию плюс 50%. Увеличиваются и поставки в страны дальней дуги. В Беларуси создана онлайн-платформа профориентационной поддержки. Благодаря разработке школьники могут определиться с квалификацией, уровнем образования и даже с учреждением. В этом году также расширено и профильное обучение по наиболее востребованным специальностям – педагогической, аграрной, спортивной и военно-патриотической направленности. В Могилёве проходит выставка научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная». В спорткомплексе «Олимпийц» представлены передовые разработки. Свои инновационные возможности демонстрируют университеты и предприятия региона. Экспозиция будет работать на протяжении выходных. Работа на себя. Иностранцам доступен налог на профессиональный доход в Беларуси. МНС разработала собственное приложение. Не выходя из дома, можно встать на учёт, создавать записи о совершённых расчётах и передать данные инспектору. Самозанятые, в том числе ремесленники, владельцы агроусадеб, фотографы, репетиторы, курьеры и дизайнеры могут перейти на новый режим добровольно. Для тех, кто зарабатывает до 60 тысяч рублей в год, ставка 10%. Если больше – 20. Для пенсионеров – 4,8. Физическое лицо должно проинформировать налоговый орган с использованием этого приложения о своём желании перейти на применение данного режима. После этого оно вправе осуществлять свою деятельность. Налог не исчисляется платильщиком, он исчисляется налоговым органом. И сумму этого налога всегда предварительно можно увидеть в этом же приложении. Профессиональный доход платят уже более 33 тысяч белорусов. Ещё в конце января в МНС сообщали о 20. Налог включает в себя и взносы ФССР. Накопить на мечту в Могилёвской области стартовал трудовой семестр. Учащиеся медколледжа познакомились с деятельностью студотрядов и промопродукцией. В прошлом году в 53 командах первые деньги заработали 637 бойцов. В этом наберут в два раза больше. Ребята отправятся в учреждения здравоохранения, а также на Красный пищевик, ТАИМ, ТДИА, Кубжире у Ленинского и Первомайского района. Планируется и участие в республиканских проектах. МАЗ, МТЗ и Атлант. Студенты уже заполняют анкеты для дальнейшей занятости. Мы с сегодняшнего дня уже начнём подсчёт ребят, которые захотят работать в 2023 году. Профили отрядов у нас строительный, сервисный, экологический, педагогический, производственный, медицинский. Ребята начнут свою работу уже с 1 июня. В 2022 в Беларуси функционировало 2910 отрядов. Трудоустроено более 42 тысяч учащихся. Половина несовершеннолетняя. Студотрядовское движение – одно из приоритетных направлений деятельности БРСМ. С каждым годом оно становится масштабнее. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»